Федеральная целевая программа для инвалидов «Доступная среда» выходит на финишную прямую. С 2011 года из федерального, областного и муниципального бюджетов потрачены миллиарды рублей на удобство и устранение препятствий для людей с ограниченными возможностями. Но устранены ли барьеры в сознании общества? Не все получается, как задумывалось. Об этом репортаж нашего корреспондента Сергея Берзина. Общественная палата не раз обращалась к этому вопросу. Ее выездные комиссии побывали во многих проблемных местах. Хотя они начинаются на первом же перекрестке у здания администрации. Здесь высота барьерного камня тоже не соответствует нормативам. Когда проходит какое-то плановое замена покрытия и так далее, меняется бордюрный камень. Ну проще же делать это, скажем так, сразу, чем потом переделывать. Это основная претензия к строителям. Плохо они учатся. Хотя, конечно же, всегда хотят как лучше. Наши новостройки и новый облик благоустройства, конечно, радуют глаз. Но если представить на минутку, какие здесь скрытые подводные камни, то придется разбираться ни одной комиссии. Камни совсем не подводные, а всем видимые бордюрные. Перескочить их не удается даже Дмитрию Докучаеву, а он опытный колясочник. Я не могу проехать. Пожилой человек, который с палочкой ходит, допустим, в нерабочий сустав, он не поднимет ногу на такой уровень. Понимаете? На коляске, на детской коляске тоже будет достаточно сложно. Ребенок проснется. Велосипед. Здесь получается, что больше 50% все маломобильные группы населения будут испытывать различные трудности. Дальше еще хуже. В новые магазины с их крутыми ступенями вообще попасть невозможно. Если только не так. По новенькому пандусу. И он крутой. Плюс скользкий. Не заеду я. Я не заеду, понимаете? Это нужно быть очень физически сильным, чтобы заехать. Это все получается в целом качестве. Новый дом только обживается, налаживает комфортный быт, о чем торжественно заявлено на этом постаменте. Особенно меня удивляют люди, которые говорят о том, что комфортный квартал, а он на самом деле не комфортный. Одна из главных задач программы «Доступная среда» – устранение барьеров в сознании общества. А это, оказывается, самое сложное. Почему при приемке объектов закрываются глаза и принимаются с такими нареканиями, если в проекте это есть? Даже строительные компании типа «СтройТекс» и «ПИК-регион», которые у нас ведут деятельность, они стараются сделать это качественно. Но у них получается 50 на 50. Во дворе дома номер 7 по улице Щербакова благоустроительные работы в самом разгаре. И здесь в глаза бросаются те же ошибки, те же искусственные барьеры. Работа не выполнена качественно с точки зрения доступности для маломобильных групп населения. Казалось бы, есть возможность прямо сейчас не делать ошибок и не учиться за чужой счет, как это еще очень часто бывает. А то они, получается, образовываются за счет наших денег. Вот сейчас объект сдадут, скажут, ну, ребят, в следующий раз мы сделаем лучше. А когда будут переделывать? Через 10 лет? Выводы выездного заседания комиссии общественной палаты очевидны. Доступная среда пока не является таковой. А самые главные барьеры все-таки в головах. Сергей Берзин, Сергей Бесчастный. Информационная программа «День». Продолжение следует...